Нужны для учебы крутые девайсы? В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Компания Титан. Известный 17-летний гонщик Илья Рычков снова устроил головокружительную погоню в слободе Талица. На этот раз активисты ночного патруля заметили его за рулем тонированной семерки. Повадки подростка остались прежними. Сначала гонки с полицией, потом бег. Однако теперь, чтобы уйти от ответственности, Илья решился на новую хитрость. Какую, расскажет мой коллега Сергей Пичугин. Другой реакции на требования об остановке сотрудники ДПС от него и не ждали. Лихач Илья Рычков теперь уже на бордовой семерке устроил очередную погоню. В окрестностях слободы Талица юный гонщик хорошо ориентируется. Через минуту он заехал на бездорожье и убежал в лес. За движением сюда в проезд. Перебегая от дерева к дереву, Илья позвонил своему другу, чтобы тот уже на другой семерке приехал за ним на противоположную сторону леса. Его хитрый план разоблачили полицейские. Инспекторы остановили зеленую семерку. Водитель был весьма приветлив. Сразу показал все документы на свою машину. Сотрудники ДПС попросили рулевого «Жигулей» открыть заднюю дверь авто. Илья вначале сделал вид, что он не понимает, по какой причине его задержали. Его игра в невиновного пассажира была бы правдоподобной, если бы ни одна деталь отсутствовала на ноге кроссовок. Илья хорошо помнит свои лихие и пьяные гонки зимой, а также стрельбу весной. Как дела вообще в целом? Как жизнь поменялась после зимы? Да ладно, все нормально у нас. Только жизнь начала, тут опять появились. Это беспредел. Не-не-не, это не беспредел, это все по закону. Как ей беспредел-то? Вскоре за подростком приехала мама Вероника и на нарушителя составили протокол за езду без прав. Пойдем за кроссовку сходим. Потом сходим, пошли. В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Зимой Илье исполнится 18, и он обещал сразу же получить права и завязать с гонками. Однако сначала придется выплатить все штрафы. По словам подростка, сумма уже накопилась под сотню тысяч рублей. Сергей Пичугин, место происшествия.